Но да будет у вас да, да, нет, нет. Да бы вам не подпасть осуждению. Отношение к клятве у христиан особое. Никогда, нигде, ни перед кем, ничем не клясться. Совершенно запрещена клятва. А у нас все наоборот. Везде клятва. Присяга называется. Это тоже клятва. Священники не поставят, пока не будет давать присягу. В архиереи не поставят, пока не будет клясться, фактически давать присягу на Евангелие, в котором написано не клянись. В судах раньше было, в других странах клянуться на Библию. Президент кладет руку на Библию, в которой написано не клянись. И у нас на каждом шагу может встречаться ей Богу. Это означает клятва. Почему нельзя клясться? Потому что нарушитель подвергнется большему наказанию, если бы ты этого не сделал. Я клянусь, и за этим стоит что-то. Как клянусь? А чем ты клянешься? Богом. А какое же ты имеешь право клясться Богом? Люди придумали клясться вещами какими-то, что если я это не сделаю, то виной на этом. Вот мы сейчас посмотрим, как ухитрился человек делать, и как Господь освобождает от этой беды. Матфея, 5 глава, 37 стих. Да будет? Слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого. Что значит да-да? Так мы не говорим да-да. Один раз да. Да, я был. Или нет, я не был. А тут да, да. Нет, нет. Да означает обещание, что это законодательное. А дальше исполнительное. Да, я это выполню, не отойду от этого. Они понимали это буквально. Однажды Саул поклялся, что если даже я или сын вкусит до вечера, то повинит смерть. И случилось так, что сын виновен. Сын, одержавший победу Израилю. И он его сразу приговорил к смерти. Да весь народ его едва отстоял. Клятва это удавка, говорит Иоанн Златоус. И дьявол непрерывно эту удавку забрасывает на людей, как лассо. А поклянись. Давай ударим по рукам. В русских по-другому немножко это есть. Но это то же самое. В армии сегодня можно служить, не принимая клятву. Но заранее нужно писать. У нас уже некоторые братья служили, не давая присягу. Не давая, нам не положено. И сошлись на священное писание. А они в ответ что говорят? Ну а как же? Русские люди всегда служили, церковь всегда была, и попы благословляли. Они ссылаются на то, что было сделано неправильно. А вот это неправильный соблазн подали попы. Церковь подала. Я с военкомом разговариваю. Пишу ему, он говорит, ну я согласен, у вас написано. Ну а как же тысячу лет воевали и всегда клялись? Ничего нельзя сделать. У нас наследие то, что не помогает нам устоят в Евангелии. Поэтому решительно надо пойти против всего этого. Создать противоположное течение. Вот у нас устав. Нормальный, пехотской устав. И в нем написано, староста дает присягу. Я сразу этот пункт изменил. Не дает присягу. А обещается. Служить по совести. Мы ведь даем обещание Богу, самое главное в крещении. Служить Богу доброй совести. И над нами сражь совесть. А Господь через совесть нам подсказывает, правильно или нет. Если сказал да, это значит перед Богом. Но прежде чем сказать да, я подумаю. Не спеши торопиться. Сказал, а я обещал прийти домой. А зачем же ты обещал? Да сейчас полночи. Но я же обещал, меня ждут. Никогда не обещайте. Абсолютно никогда ничего не обещайте. А всегда нужно добавить. Если Богу угодно будет, и живы будем. Два условия. А ты скажешь, Богу было не угодно. Он так задержал меня. Была такая работа. Поздно вечером. И вы никогда не переживайте. А он не пришел. Переживание ничего не даст. Если он не живой уже убили, он всегда уже не живой. Останься ты живой. По крайней мере молись. Что говорит нам Слово Божие? К евреям 6.16. Люди клянутся высшим, и клятва удостоверения оканчивает всякий спор. Потому что поклялся, человек ему верит. А Ян Златоуст говорит так. Если ты лжешь, то и клятва не поможет. Если ты много клянешься, люди понимают, что ты лживый. Особенно много говорит Ян Златоуст в 12 томах. Пересыпано буквально. Он кармика грозил. Вы в Царство Божие не войдете и поклянетесь. Я запрещаю в храм даже порог переступать. Я до причастия ни одного не допущу, кто клянется. Они на каждом шагу клялись. Кусок мяса купит и клянется, что я сегодня зарезал, хотя неделю назад. Порщина, пересворки сараза. У нас ложь, вот эта клятвенная ложь на каждом шагу. Везде, куда бы ни повернул голову, везде. Вот это объединение сегодня, а у нас отображено, но как подходило. Погрязли в этой лжи, и не кто-то, а в первую очередь зарубежная церковь. Обещали, говорили, да нет, что вы, об объединении у нас и намека не было, мы даже не думали. Прямо клятвенно заверяли это все. Да мы не просто говорили, а в присутствии коренной иконы Курской, они не просто думают, что это доска, краска, а они олицетворяют ее с Богородицей. Они с собой носят ее, идут на обед и они с собой икону несут. В присутствии Божьей Матери все это. И все это нарушили. И сегодня кто не соглашается с ними, как враги объявляются. Они их преследуют. Они уже не на том положении. А поэтому я точно могу сказать, что в этом объединении на 100% проиграли. Почему? А Богу это не угодно. Да, да, нет, нет, остальное от Лукавого. А Лукавый вы знаете кто-то такой. Тот, который никогда слово не держит. В этом объединении они налгали на каждом шагу. До этого сколько лет убеждали, что нельзя сообщаться даже на бытовом уровне. Митрополит Анастасий об этом говорил. Печатали. Серьянство это плохо и коммунизм плохо. Как бы не бывшее. То есть да превратили в нет. Где нет было превратили в да. Это все от Лукавого. Получается 70-летний путь в зарубежной церкви ни во что поставленный. Как будто его не было. А бывшие указы все это считать ни за что. Потерявшими силу. Непрерывно сегодня пишут. Пять лет назад об этом даже разговора не было. Клятвенно уверяли. Да в присутствии коренной иконы. Да мы собрались за то другое. Придумали разные слова. Я дезавуирую свою подпись. Вы понимаете, что вы говорите? Митрополит Виталий тоже подписался, чтобы была комиссия создана по переговорам. Это я ни к чему еще не обязывал. Потом они поняли, что все, коготок увяз. И тогда он пишет, дезавуирую свою подпись. Снимаю. Вы откройте словарь иностранных политических слов. Дезавуация называется снятие подписи. Высшим низшего. То есть я поручил кому-то, тот пошел и переборщил. Я вижу не так. Я так приезжаю, говорю, кто тебя позволит? Ты секретарь подписываешь такое. Вести войну или не войну. Я дезавуирую эту подпись. О своей подписи речи нигде нету. Я все словари проверил. Вообще это слово даже никто не знает. Сам свою подпись дезавуирует. У тебя да, сказано было. Как бы ни тяжело было Ира, да он голову отсек иону крестителю. Почему? Ради клятвы и возбежавших с ним. Хотя все знают, что лучше бы он нарушил клятву. Нельзя этого делать. Но мы говорим об отношении евреев на высоком уровне государственном. Какая клятва? Обещали в 1982 году дать коммунизм. Где он? Нам же обещали в 1962 году, через 20 лет будем жить при коммунизме. Но обещали выполнить это. Никто не вспоминает и нет. Они клятвы преступники. Для них это клятва. А как мы считаем? Книга «Премудрости» 14.29. Люди надеются на бездушных идолов и не думают быть наказанными за то, что несправедливо клянутся. Как? А у нас здесь мощи. А мы молились и положили на мощи Иоанна Шанхайского. И смотрю, о чем вы до этого молились, о чем говорили. Сделать это совсем не в ту сторону идет. Как будто никогда этого не было. Тем более в наших книгах все напечатано, что раньше было. Говорили, да, мы поняли, что там это ложь, это неправда. А зачем же в это лезть? Они же ни в чем не покаялись. Если там нет никакого покаяния, вы будете такими же. Бог сурово наказывает строжайшую заклятву, данную даже язычникам. Еврейские цари иногда клялись язычникам, да, будем жить мирно, и нарушали. Они всегда терпели поражение. Вся Библия наполнена этим. Бог сразу же становился на сторону язычных царей и наказывал евреев за нарушение клятвы. Хотя они вполне могли одержать победу. Сирах 24.10 Никогда не клянись именем Господа. Клянущийся непрестанно именем святого не отстанет от греха. Речь свою надо контролировать. Быть очень осторожным. Ты обещаешь, ты обещаешь. У нас то слово «да», я обещался, это как раз клятва и есть. Не клянитесь, но говорите «да». Если сказал «нет», значит «нет». Но прежде чем сказать, ты обдумай. Не связывайте себя словами. Никогда. Говорили перед крещением. У нас специально примерные вопросы. Получили ли свободу во Христе от домашних ходить? Да. Вот теперь добейся выполнить. Что угодно сделай. Но выполни это. А у меня, внуки, работа, скользящий график не имеет никакого значения. Работай день и ночь. Три смены работы. Пришла суббота, я в храме буду. Пришло воскресенье. В воскресенье принадлежит тебе. Я пойду с братьями сегодня на свидетельство. Все. Ты решался. Даже слов не сказал внутренне. Я на это решился. Решился. Да. Принято к сведению. Подтверди. Жизнь свою. Второе «да» ставится жизнью. Да. Я обещал Богу. Все кончено. Я обещал перед человеком. Сказал «да». Чтобы перед глазами это и стояло. Мы видим, что у нас в России случилась самая большая беда. Сказали, что да, мы приняли христианство. Какое? Евангельское, в первую очередь. Как есть. И что случилось? Случилось непредвиденное. Пошли совершенно не в ту сторону. Не было благовестия. Ведь мы все даем обещание слушаться Богу. Мы читаем верую. Верую, когда мы читаем. Верую, войди на Бог. Верую. И в конце можем сказать «Аминь». Так и написано. Так и поем. Что значит «Аминь»? «Да будет так». Это приравнивается к клятве. А если «Да будет так», «Чай и воскресенье мертвых». А ради воскресенья мертвых и надо задуматься. Все, что у меня есть, да будет служить для Бога. Все до нитки я отдаю для Господа. Все поставлю под контроль разума. Все под контроль молитвы. Аминь. Как? «Чай и воскресенье мертвых». Исполнение Духом Святым. Все в этом кредо нашем веры во единого Бога. Все заключено. И в конце мы поем и говорим. А где это исполнение? Слово Божие должно распространяться. Это все знали. Ну, конечно. Ну, а почему же его не было? Да будем покорны владыки. Совесть разве не подсказывает, что без Библии спасения никакого нет? Ты сегодня спроси, где авторитет Библии? Ты можешь любого человека спросить. Сразу тебе скажут, а мы что, разве баптисты? Я знаю, что они отвечают обычно. Да это нарушение слова данного крещения. Сирахов 24.11. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Сегодня много говорят о клятве, которые дали дому Романовых во веки веков и нерушима она будет. Какое же вы имели право давать? За потомков, за меня. Я не клялся. Я могу сказать, что я даже и не знал про эту клятву до последних времен, пока не открылись эти документы, не стали печатать. Дому Романовых, прям в клятву, да будет проклятый, трижды проклятый, еще только нет. Там анафемы, кто нарушит и прочее. Я его не расстреловал, не знаю, и я клятву никогда бы такую не дал. Мы не знаем, что будет с нами завтра, как можно вручаться за потомков, а как я знаю, какие цари пойдут, как они будут вести, куда поведут. Они самые беззаконные антихристы будут, как Петр Первый. И почему я должен клясться ему? А клятва-то уже дана, притом клятва безумная. Сегодня надо думать о том, как разрешить народ от безумной клятвы, а не о том, что не имеете права голосовать, пойти, а вы при голосовании еще не даете. Но вопрос-то по-другому надо ставить сегодня. Они сегодня продолжают лгать церковники. На соборе собрались. Есть устав, принятый Московской Патриархией. Высшим органом является собор. От народа представители перевели, переворот буквально сделали. Все решает архиерейский собор сегодня. Они боятся народа, они никого не боятся. Ни коммуниста, ни дьявола, никого так не боятся, как пасту своей. Чтобы никто не участвовал на соборе и не заявил слова. Сегодня об этом как раз епископ Диамитов заявил им во всеуслышание, озвучил. Они боятся собора, который свободно собирается у старообрядцев, за рубежом, неряне. У нас представитель нашей церкви там был. Московской Патриархии этого нет. Они заменили, они переворот сделали. То есть они клятва преступники. И об этом надо только плакать и молиться. Бог их выметит всех. По-другому не может быть, потому что Бог там, где соблюдается слово. Да поскорее бы это случилось, что Бог избрал нужных, ненарушителей клятвы. Сирахов 28.14. Пустословие много клянущихся. Поднимет волосы дыбом. И спор их заткнет уши. Я попытался поискать, где не нарушается клятва данное слово. Нигде. Никто. Ну с безбожников что спрашивать? Они обещали свободу, землю. Придя к власти коммунисты, не выполнили ни одного обещания данного до революции. Ни одного. Ну это и понятно. Но мы-то верующие. Если мы обещали Богу соблюдать заповеди. Первое. Любить Бога всем умом, всем сердцем. Значит любить и слово его. Каждый день читать. Не читая слово Божье. Это нарушение практически да. Данного прекрещения. Если ты не несешь благую вещь, это нарушение. И на каждом шагу. А дальше люби ближнего, как самого себя. Ты обещал. Ты скачание обещал. Да ты не христианин тогда. А если обещал? А почему же ты на первом месте себя ставишь? Свои интересы. Ты свой интерес маленько принес. А посмотри, не во вред ли другому это будет. Псалмопевис Давид 9.21 говорит так. Наведи, Господи, страх на них. Да знают народы. А вот что знают? И не догадаетесь. Господи, страх такой дай им, чтобы они узнали. А что? Что человеки они. Оказывается, без страха Божия признать, что ты человек, а не какой-то монстр, богатырь, всесильный, всемогущий, ты сам познят не можешь. У тебя свернуты мозги, понятие другое. Господи, наведи на них страх. Вот сегодня это как бы главная молитва, может быть, наведи страх, Господи, на патриархию, на зарубежных, чтобы поняли, что человеки не должны менять того, что однажды было сказано. Я голосую двумя руками за объединение, за объединение по Евангелию, через покаяние. И тех, которые нарушили Запад, неправильно крещено, должны быть крещены правильно. Раньше срока до 30 лет никого не рукополагать. Если рукополагали, они должны понести наказание. Если монахи, которые приняли, они должны сидеть в монастырях. Свои уставы исполните. Они на каждом шагу обещания нарушают с такой легкостью, как будто не существует. Но уже иконону нужны. Почему же ни одного священника не можем найти здесь, который раньше 30 лет не был рукоположен? Раньше, в 30 лет вернее, рукополагаются все. А закон никто не менял его. Так это нарушение. Ты же обещал канону нарушать. Вера во единую вселенскую церковь. Да какая же это вселенская церковь-то? Салмопевис пишет 61.5. Устами они благословляют, а сердце своем клянут. Устами очень расположены. И это ложь, это нарушение слова, данного перед Богом. Во-вторых, ты вводишь других в заблуждение. Экклесиаз 9.2. Он смотрел на мир и говорит, всему и всем одна участь. И праведнику, и нечестивому, чистому и нечистому, приносящему жертву и неприносящему, клянущемуся и боящемуся клятвы. Он увидел участь одна, потому что все умирают. Но участь очень разная. Если ты никогда клятву не нарушал. Я попытался выставить все места, где златоуст говорит против клятвы. Страницы не хватило записывать только места, страницы о том, страницы о том. Он задался цели истребить клятву в антиохийской церкви. Эту же задачу поставил в Константинополь. И ничего не мог сделать. И в конце сознался. И я, говорит, ничего не успел. Он, золотые уста, гремящие страхом, запрещающий в храм приходить, успеем мы это... Нас не клянулся, никто не говорит, что я клянусь Богом. Истребите даже... Для нас клятва это да. Если ты сказал, да. А я забыл. Да забыл ты это нарушение того, что ты сказал. Договорились, приедешь, поедем. Ничего нету. А я забыл. Никаких забыл. Это нарушение клятвы христианской. Потому что да будет у вас, да, да. То есть это взамен иудейской клятвы. В Захаре 8.17 Не любите ложной клятвы. Матфея 14.7 И с клятвы обещал Ирод. Марка 6.26 И царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним выполнил. Деяние 23.14 Приходят люди к первосвященникам и говорят, мы закляли склятвы и не есть ничего, пока не убьем Павла. Похоже, та, что сегодня клятвы заклялись, патриархия и зарубежная, несмотря на то, что они ничего не сделали для того, чтобы выйти из экуменизма и прочее, пока не доведут дело это до конца. И у меня сегодня только одна молитва. Продли их жизнь, Господи. Чтобы они не умерли, пока не увидят плоды этого соединения. Что они что-то сделают, эта свежая струя, которая войдет в патриархию, она избавит от многих пороков. И они тоже играют этими словами. Никакой новой струи нет, никакого пробуждения не будет и нечего ему быть. Те же самые паломничества, точно так же мощи, все то же самое. Если бы вошла группа больших людей, хотя бы 1200, знающих Писание, давших обещание Богу служить в доброй совести и заботящихся о них, таких передовых, обратившихся как баптисты, можно было бы надеяться. Но они бы их отторгли. Мы знаем, там где люди начали делать что-то, все силы бросили на то, чтобы задушить священника, спровоцировать на что-то, и нет ничего. К нам приезжали из этой группы люди, которые по-русски начинали служить, запретили священника и все разогнали. У Даниила 6.8. Интересно говорится о царе Дарии, который царствовал с 522 по 486 год, 36 лет до Рождества Христова. В плену у него находились отроки еврейские. И какой был твердый закон. И они ему напомнили, царь, ты вот сделай такой указ, но хорошо знай, что назад ходу нет. И они так и сделали, в течение вот стольких-то дней, ни к кому не обращаться, ни к какому Богу, только к царю. И они на этом его поймали. И царь теперь шел у них на поводу и делал как положено. Дело сделался заложником. Мы склятвую, утверди царь, что определенно и подпиши указ. Вот так и получилось. Вот читаем Иоанна 19.22. За слово свое держался даже Пилат. Когда иудеи наставили переменить надпись, он говорит, что я написал, то написал. Я сказал, да, и на этом все. И он не пошел на поводу у них. Я написал это, это все проверено. И я знаю, что недалеко то время, когда будут побуждать меня отказаться от написанного, не распространять книги, что я могу ответить словами этими. Я написал, значит написал. У меня сегодня нет даже намека на то, чтобы я мог что-то изменить в том, что написано. Потому что оно на Слове Божьем. Вот говорят сегодня очень много о том, что царь Николай зря отрекся. Да он и не отрекался. Он только сказал, ни одной статьи правильной нигде не нахожу. Везде обман. Он не должен был быть царем. Признаю, да, он был хороший. Христианин, конечно, слабенький был. Но он не желал крови других людей. И поэтому так попустил. Да нельзя же до такой степени забыть, что ты царь. Ты же попустил, сто миллионов уничтожили. Какой же ты пастырь? Тогда бы ты раньше времени ушел. И о нем даже монархисты и не говорят правды. А он дал клятву, он обязан был. Не надо было давать клятву, он был бы свободен. Он бы лет на 15 раньше забрал семьи, уехал в Англию, к терке и жил бы там. Еще бы не было. Исайя 45, 23. Мною клянусь, говорит Господь, из уст моих исходит правда. К чему это относится? В первую очередь к Слову Божию, к Библии. Библия вся подтверждается Словом Божиим. Так говорит Господь Бог. Да и аминь. Вы когда прислоняетесь, вы помните, это с неба скрижали Божии. Я свидетельствую опытом своим. Наш перевод синодальный прекраснейший. Учитесь запоминать наизусть слова и принимайте их как с неба. Я в первый день, когда обратился, я не слышал ничего. Но для меня это были не буковки. Они впервые в жизни у меня зазвучали. Я их не сам озвучил. Как будто с неба какой-то голос. У меня такое воображение вот было, что это говорит Бог. Мгновенно нужно замереть. Да и аминь. На каждое Слово везде как клятвенно обещай. Да и аминь. Принято к сведению, начинаю исполнять. Не просто я прочитал, долго читал. Ты прочитай одну страницу и дальше задумаешься. Один стих и скажи, а я выполняю? Нет. А я обещал же Богу. А почему не выполняю? Сегодня много ссылаются на 362 указ, который патриарх Тихон дал. И некоторые спрашивают, ну это справедливо, что отделяется где-то. Скажу, что приказ этот, указ потерял всякую силу. Он указал на определенное время, пока будет возможность сношения с центральной властью. И совершенно правильно сегодня указывает. Да, безбожная власть ушла. Но от тех, с кем было общаться, то они-то другие теперь. Вот в чем дело. А когда вернулись домой, а дом-то захвачен разбойниками. Об этом-то тоже не говорят. И значит, тоже ложь. И услышав этот запрет, чтобы мы не лгали, не клялись никак, мы сегодня себя проверим, скажем, Господи, пусть из уст моих никогда ни устно, ни писно не выйдет то слово, за которое пришлось бы отвечать на суде Божьем. Я говорю да перед Богом и положу на исполнение его всю жизнь, в конце жизни сказать, да, я обещал и выполнил. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.